В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня у нас спортивная тема – это трикинг. В гостях чемпион России 2021 года, чемпион Европы 2019-го Анатолий Галушкин и Максим Русанов, президент Федерации трикинга города Владивостока. Парни, здравствуйте! Здравствуйте! Для меня это крайне интересная тема. Трикинг, я, честно скажу, я на пальцах могу представить, что это такое. Так что же такое трикинг, Анатолий? Ну, трикинг представляет собой своего рода смесь. Смесь из акробатики, каких-то крутых именно фишек из боевых искусств. Ну, если простыми словами, это современная акробатика с множеством разных вариаций трюков и так далее. Максим, что же такое трикинг? По крайней мере, у нас во Владивостоке. Во Владивостоке, да, трикинг – это большая школа, большой штат тренеров, если мы говорим про организационный момент. Вообще, как дисциплина, да, это современное акробатическое направление. То есть, это такой индивидуальный спорт, где у спортсмена задача выполнить наиболее сложную комбинацию из вращений в разных плоскостях. В отличие от гимнастики, в трикинге очень много маховых элементов и элементов со скошенными плоскостями. Это обусловлено тем, что необходимо в воздухе выполнять ударные элементы. Это отличительная черта трикинга, да, как акробатической дисциплины, что у нас, ну, одной из задач – это сделать наиболее зрелищный удар в комбинации. Как правило, то есть, когда уже речь идет о соревнованиях, да, то есть комбинации без ударных элементов, их просто не берут в счет. Ну, и, да, один из разноначальников трикинга – это боевые искусства, да, и именно показательные выступления из боевых искусств – это вот как то, из чего он вышел. То есть, сделать наиболее что-то красивое, связанное с ударкой. В свое время, да, то есть, это все стало проявляться как отдельное направление, где-то в районе нулевых годов. И где-то с года 2005-2007 трикинг начал развиваться в России. Ну, и сейчас это достаточно мощная самостоятельная дисциплина, и Россия сейчас на мировой арене выступает как одна из лидирующих стран. То есть, это официальный спорт, олимпийский, нет? Олимпийский у нас брейк-данс, по-моему, сейчас стал еще чирлидинг и скейт, но трикинг еще не успел. Трикинг не зарегистрирован как спорт в России, и, ну, произойдет это или нет, это, то есть, в зависимости от того, как у нас все будет, в принципе, в культуре складываться. Ну, там есть сторонники, есть те, кто считает, что это не шибко нужно. Ну, там, у нас, например, в городе, то есть, к этому относятся чисто как к спорту. Ну, и, соответственно, да, то есть, олимпийским он пока не является. То есть, будет ли олимпийским, то есть, это все покажет время. А не вышел ли он из так называемого паркура? Нет? Нет, никаким образом. Тут, скорее, он появился, получается, даже раньше паркура. Ну, да, да. Ну, то есть, изначально, наверняка, многие люди, которые приближены к боевым искусствам, знают, что есть показательное выступление, ну, то есть, ката. То есть, ката. Функция. Да, да, правильно. Ну, то есть, со временем появилось такое направление, как XMA, то есть, Extreme Martial Arts, получается, экстремальное боевое искусство. То есть, это, по сути, были те же самые каты, функция, только с добавлением уже каких-то акробатических ударов, прыжков, ну, и так далее, вращений. И со временем уже из этого появился триккинг, свободное направление, где не надо заготавливать заранее программу, то есть, комбинация делается, ну, можно сказать, на ходу. То есть, нет определенной программы под музыку и так далее. Соответственно, соревнования проходят тоже в таком же стиле. Это батлы, ну, как по брейк-дансу. То есть, выходят два оппонента, либо, если это команды, то больше. И, собственно говоря, по очереди делают против друг друга связку из комбинации. Из трюков. Комбинацию из трюков, да. Про паркур, особенно вот, когда был период самоидентификации триккинга, да, как дисциплины в России, действительно, люди часто путают с паркуром, и, ну, у ребят там часто вызывало такую агрессию. А если у парня в видео, которое он снимает с триккингом, есть элементы паркура, его могли так очень жестко осадить, что, типа, ты что вообще творишь, то есть, зачем? Есть одно отличие, ну, как можно отличить, то есть, триккинг, он существует только на плоской поверхности. То есть, никакие прыжки, там, с разных перепадов по высоте, ну, типа, недопустимы в триккинге. Триккинг, вот у нас есть поверхность ровненькая, там, неважно, газон, гимнастический ковер, там, либо татами, додян, да, что-то такое мягко амортизирующее. Вот, если там человек делает какие-то, возможно, удары, там, вращение и так далее, это триккинг. А если прыгает уже с каких-то, там, гаражей, там, парапетов, да, грубо говоря, это уже либо фриран, либо паркур. Это уже небезопасно. Конечно. Да что у нас вообще безопасно? Кстати, это сложно, это страшно, это... Есть шанс травмироваться какой-то, когда ты занимаешься триккингом? На самом деле, уровень травматизма в триккинге, он точно такой же, как в любом спорте. То есть при грамотном подходе, при работе с тренером, при, там, хороших разминках, да, то есть методичной работе, то есть, ну, на уровне бытового травматизма или, там, травматизма на, не знаю, школьной физкультуре. То есть, понятно, что любой может, там, споткнуться, запнуться, что-то потянуть, там, голеностоп пока бежал. Но такое в плане, если грамотно организован тренировочный процесс, это все будет окей. Поэтому, когда, ну, там, например, проходят, например, крупные фестивали, там, уличных культур, приглашают триккинг и начинает, вот, кстати, да, то есть, 21-й год Анатолий выиграл именно чемпионат России по триккингу на фестивале уличных культур. И там очень много говорилось про то, что уличные дисциплины, уличные. А мы зальная дисциплина. Для нас очень важно это иметь спортивный зал. То есть, и основные тренировки, они должны проходить в специально подготовленном, очень хорошо оборудованном зале. То есть, и это действительно обеспечивает безопасность. Сальто на улице, ну, кто-то может делать безопасно, у кого очень высокий уровень подготовки, да, то есть, там, на уровне, там, топового каскадера, то есть, конечно, речи нет. Но если там идти учиться на улице, то есть, это, ну, странно, не надо так. Ну, это да. Ну, кстати, глядя на вас, вы президент федерации, вы чемпион Европы, России. Я так понимаю, что триккинг – это довольно молодой вид спорта, скажем так, и его участники тоже молодые люди. Здесь есть какая-то возрастная градация? У меня самый старший сейчас спортсмен 42 года, который, ну, ходит, занимается, ну, бывший гимнаст, то есть, на это можно дать скидку, да, что ему гораздо легче, потому что у него был хороший фундамент. Средний возраст занимающихся от 8 до 13, ну, то есть, там, это, наверное, самая большая категория. А те, которые ребята выступают, это, ну, самые сильные сейчас ребята, там, 16-17 лет, японцы, да, то есть, а в среднем, там, до 30. Разброс, типа, самых сильных атлетов обычно, ну, реально от 16, от 15, да, примерно, до, там, возможно, 28, чемпион, там. Ну, да, 28, да, ну, что-то такое. 32. А, ну, сейчас он уже не очень так, типа, раздает, поэтому, да, думаю, примерно до 28, возможно, до 30 лет, да, то есть, человек еще может что-то очень хорошее такое показывать. Но есть один пример одного трикера, который мотивирует очень большое количество вообще ребят, кто находится в этой культуре. Матео Де Декар, да, как-то так его. Матео. Да, ну, в общем, трикер Матео, он вроде живет в Италии или в Испании, ну, европеец. Парень начал заниматься трикингом уже под 30, что-то в районе 28, либо 29 лет, да. Ну, и там, то ли через 3, то ли 4 года уже, когда ему было за 30, он вышел на очень высокий уровень, то есть, стал своего рода звездой в трикинге. Его начали много куда приглашать, да. Ну, и на данный момент он, ему уже 35, да, если не ошибаюсь, он все еще как-то поддерживает форму куда-то, ездит там на разные мероприятия, да, гейзеринги, ну, и так далее. Для чего трикинг, с чего трикинг начался для вас? Лично для меня, ну... Ну, раз уж мы с чемпионом говорим. Ну, как сказал Максим, лучше не начинать с улицы, с акробатики. Да, сам я из маленького поселка, северного, получается, с Якутия. Залов, как таковых, приспособленных под трикинг, под акробатику у нас не было. Ну, и как-то с друзьями мы просто интересовались. Было интересно вот эти вот сальтушки всякие, там, разнообразные фильмы смотрели, там, с ударами, там, красивыми вертухами, там, боевики еще 80-х, может, 90-х. Ну, и потихонечку начали на улице просто обкручиваться, прыгать. Собственно говоря, с улицы все и начиналось. Да, ну, а потом уже перешли постепенно в зал борьбы. То есть там уже конкретно начался трикинг на борцовском айте. То есть, ну, да, соответственно, с улицы для меня начался трикинг. А сейчас вы в Санкт-Петербурге живете? Сейчас, да, я уже четвертый год живу в Санкт-Петербурге, там же работаю. Тренируюсь, соответственно, тоже. С какой миссией тогда во Владивостоке? Пригласил президент Федерации трикинга побывать на спортив... Как? Лагерь, да? Ну, да, лагерь, спортивные сборы. Да, спортивные сборы, получается, да, на природе, там, как бы замотивировать ребят. Ну, и, соответственно, самому тоже приехать, посмотреть. Максим, что за сборы? У нас еще в прошлом году, перед пандемией, у нас планировался большой спортивный лагерь, представляющийся собой учебно-тренировочные сборы. Мы берем всех учеников с наших групп, привозим на природу, бухта спокойная. Там у Федерации киндо спортивная база, то есть у них домики и огромный спортзал, который подходит под наши условия. То есть трикинг, дисциплина такая акробатичная, и здесь очень важно, чтобы зал был достаточно больших размеров и с очень высокими потолками, потому что ребята там, кто более опытный, то есть для них 4 метра, это уже можно ногами зацепить. Ну, и также там песчаный пляж, море, то есть для нас это было такими ключевыми моментами. Ну и уехали за находку, у нас было в этом году 26 спортсменов, четверо тренеров, плюс приглашенный гость. Ну и 4 тренировки в день, выходы на море, то есть там походы, ну тут все, что происходит в любом там спортивном лагере, да, то есть, но при этом у нас был еще вот Анатолий, да, то есть как приглашенная звезда. Ну, надо полагать, что весь топовый трикинг, он, ну, самые сильнейшие атлеты, они сосредоточены там в Москве-Санкт-Петербурге, потому что более хорошие... Да, более хорошие условия, возможности для работы, то есть не везде можно там легко набрать тренировочную группу, не везде там очень много запросов на шоу, соответственно, то есть все сильные ребята, они вот Москва-Питер, да, то есть опять же поближе к Европе, то есть у нас спортсменов там топового уровня, да, которые могли бы там выезжать на Европу, там серьезно соревноваться нет, поэтому там приезд Анатолия, то есть это, да, была одна из задач, чтобы он поделился опытом с ребятами, пообщался с молодежью, там, ну, зарядил их, замотивировал, там, дети, когда узнавали там, а что Анатолий будет жить в нашем номере, то есть там, и там, такие-то подбегали там, фотографировались, там, чуть ли автографы не брали, то есть для них это действительно событие, да, то есть любой спортивный лагерь для спортсмена, особенно молодого, это такая вещь, которая очень надолго запоминается, здесь у нас еще вот так решили усилить вот эту всю историю. Ну, и в целом у нас эта история, она идет на перспективу, то есть мы там, очень много вложили сил для того, чтобы сделать все на очень хорошем уровне, там, в плане спортивного оборудования, чтобы оно было, ну, действительно соответствовало хорошим тренировочным условиям, и в дальнейшем мы думаем о том, чтобы, ну, там, расширить географию, чтобы у нас сборы потихонечку вышли, там, на всероссийский уровень. Вот. Анатолий, ну, не первый же раз уже вы во Владивостоке. В 2015 году приезжали на Pacific Jam, если я ничего не путаю. Совершенно верно, да. Это, кстати, был мой первый выезд, получается, за пределы республики на соревнования по трикингу, да. То есть, поэтому очень прикольно увидеть город второй раз, но уже летом. Ну, я думаю, что летом вам понравилось. Может быть, не в такую жару, но тем не менее. Не, наоборот, классно, да. Да, очень красиво, то есть, море. А, ну да, хотя вы же из Якутии, классно, море, да, согласна. Что касается развития трикинга, ну, на многих площадках побывали, я так понимаю, да? Да. В стране на каком уровне находится эта дисциплина? Ну, конкретно в стране, ну, опять же, да, все сосредоточено у нас в центральных городах по большей части. То есть, залы, да, центральные города. Ну, конкретно про Санкт-Петербург могу сказать то, что ребят там занимается очень много. Ну, то есть, там уже дошло до того, что идет какое-то деление, то есть, не общее, вот это сообщество трикиров, да, не все вместе тренят, а как бы тренят все по-разному. Ну, потому что там свои компании, да, тут, по-моему, такого нет, да, во Владивостоке, тут, наверное, все вместе как-то тренируются. Да. Ну, то есть, а у нас, да, у нас сильно много ребят именно, все тоже из разных городов, а как-то все уже вокруг себя там образовали. Там такие мини-сообщества и тренируются так. Это конкретно в Санкт-Петербурге, да, какой уровень развития. Ну, а так, ребята, да, из Санкт-Петербурга, они в основном и ездят, то есть, за границу куда-то, ну, до пандемии ездили. Да, ну, и самые крупные соревнования, конкретно по трикингу, на мой взгляд, по-моему, тоже проводятся в Санкт-Петербурге, как раз в зале, да, где я работаю. Вот. Москва. Москва там уже все ушло в коммерцию, то есть, это конкретно выступление. То есть, ребята там выступают у каких-то звезд местных, снимаются в клипах, в роликах и так далее. Ну, то есть, больше уже в сферу шоу-бизнеса получается. Как-то вы об этом так с недовольством говорите? Трикинг – это что-то больше добровольное, больше такого волонтерства, как это назвать? Нет, в этом нет ничего плохого, да, это просто, ну, получается другое направление в развитии трикинга. То есть, я так или иначе, ну, отношусь к трикингу все-таки больше как к спорту, к чему-то такому соревновательному. То есть, да, а ребята московские, они адаптировали конкретно трикинг под выступление. Да, у них появилось свое направление трикинг-хореография. То есть, это, ну, тот же самый трикинг, но уже больше с добавлением конкретной хореографии, то есть, элементов из танцев и так далее. Ну, чтобы это классно смотрелось там где-нибудь на сцене, например. То есть, не все поймут, когда там чувак выйдет, что-то помашет ногами, сделает пару вертушек, потом закрутит сальтуху. Тут они добавляют всякие там прикольные вращения, перекатики на полу, как брейк-данс, да. Ну, это классно тоже все равно, в любом случае. Вот, но это не соревновательная тема, я бы сказал. Максим, а что касается Владивостока у нас, уровень наших, ваших воспитанников? Ну, мы с Анатолием перед тем, как я его пригласил, по-моему, даже после того, как я его пригласил, мы встретились в Пятигорске, особенно на соревнованиях, где он выиграл, первое место занял, победил Алену Шалыгину в финальном батле. Девчонки, когда дошла до финала, там девочка в мужской категории, то есть там чуть ли всех не разнесла. И туда я приезжал с учениками, с тремя, Вадим Чумак, Никита Тимохин и Полин Зиновьева. Тоже одну девочку привез. Девочка у меня была единственная, кто на соревновательной части сделала там сальто с двумя поперечными винтами. Да, кстати. Да, и ее слили в первом батле, ну, тоже там есть определенные там нюансы в судействе, да, то есть она там ряд требований не выполнила и, то есть там проиграла, но тем не менее заметили. Да, в принципе, то есть всех наших ребят заметили, но они ничего не повыигрывали. Соревновательного опыта где-то на выездных мероприятиях недостаточно, потому что, ну, например, на Дальнем Востоке сейчас у нас, можно сказать, практически единственная школа, да, то есть там, ну, есть немножко что-то зарождается в Хабаровске у ребят, хотя больше они там, конечно, сейчас так чисто акробатические направления двигают. Там немножко двигались в Магадане, чуть-чуть в Камчатке, чуть-чуть вот была тусовка скорее, да, то есть не школа, а тусовка скорее была в Якутске. Ну, и так, чтобы там систематично, то есть тренировать спортсменов, тренировать детей, пока что у нас это, то есть единственное место, и нам, чтобы там посоревноваться, надо как минимум ехать в Красноярск, то есть и, ну, далековато, дороговато получается. Но есть некоторые другие задачи, да, прежде чем там вывозить так далеко. Ну, а в Пятигорск, там, опять же, да, там, спасибо, там, Росмолодежи, то есть там билеты, ну, и Край там нам билеты оплатил, то есть и мы, то есть появилась возможность вывезти спортсменов. Вот, что касается уровня во Владивостоке, по количеству спортсменов, по уровню зала, оборудования, ну, там, для города, в котором 600 тысяч человек, я считаю, то есть у нас все замечательно. Ну, у нас еще теперь, вон, олимпийцев готовят. Вот, теперь глядишь и... Ахаимова, тренер Ахаимовой, она у нас в том числе в зал приводила девчонок во время пандемии, мы очень хорошо дружим с Ларисой Викторовной Недовесовой. Ее дочка в зале у нас преподает гимнастику для детей, то есть там, тот зал, который мы оборудовали по трикингу, он в итоге стал подходящим для работы гимнастов. Хотя в свое время мы там приходили в дюшку гимнастическую, там, просили, чтобы нам дали часы немножко позаниматься, нас как бы так аккуратно отправляли куда-нибудь в другое место позаниматься. Кстати, наверное, вот одна из причин, почему трикинг не очень развит на Дальнем Востоке, потому что, ну, пока я жил в Якутске, еще 4 года, получается, пока учился, мы пытались как-то развить трикинг, то есть пытались даже открыть секцию там, да, при институте физкультуры, но нас никоим образом вообще не допускали до этого, говорили то, что это неофициальный вид спорта, этого нам здесь не нужно, травма опасна, кто-то поломается, ну, такая штука была. Ну, такая, да, палка о двух концах получается. Чтобы стать официальным, надо иметь представительство больше, чем в половине регионов. А в каждом регионе получить возможность для того, чтобы просто заниматься у ребят в хорошем зале, надо быть официальными, да, то есть, а чтобы стать официальными, надо, чтобы были представительства. Ну и как? Ну, не, понятно, что опасения людей, и для этого в том числе мы там очень много работаем, чтобы мы просто люди хотя бы знали название, и чтобы это не было такое, что трикинг, ну, там, ну, и начинаем описывать, они такие, о, вы там через голову, там, сейчас поубиваетесь, то есть, а это паркур, типа, все понятно, давайте, вот, идите на свои гаражи. То есть для этого мы постоянно вот пытаемся об этом рассказывать, выступать на фестивалях, там, День города, День молодежи, День тигра, то есть у нас постоянно на всех городских мероприятиях по Владивостоке присутствует трикинг-площадка, где люди могут посмотреть, что там, вот, пожалуйста, там, дети 8-10 лет, они уже делают какие-то интересные элементы. То есть, в принципе, там, восьмилетка, там, девятилетки, да, то есть когда у нас проходили соревнования, они уже напрыгивают хорошие, там, акробатические комбинации, то есть там серию сальто делают, добавляют какие-то удары, уже пробуют потихонечку, то есть это здорово смотрится, то есть детишки развиваются, но опять же, да, то есть вот эта история с тем, что спорт неофициальный, там, проходит три года, там, мама такая смотрит, ну, а где этот, название, там, кандидата-мастера, там, где там первый разряд, ну, пойдем мы на какой-нибудь дзюдо, и идут над дзюдо, и через месяц становятся чемпионами края, потому что у спортсмена уже физическая подготовка такая, что он может идти, там, и на крае всех бодать, потому что в него три года вкладывались. Так что выход на какие-то, ну, решение этой проблемы, это, ну, тоже, там, один из тех тасков, которые мы, в принципе, там, на долгосрочную перед собой ставим, но, как я уже сказал, то есть это такая сложная история, вот. Ну, что ж, я же удачи вам только в этом плане желаю. Спасибо, спасибо. Мне интересна история с девочками. Как они себя чувствуют в этом виде спорта? Ну, раньше конкретно девочек в трикинге было очень мало. Ну, вообще, для того, чтобы заниматься трикингом, надо иметь хорошую кондицию, то есть именно взрывная сила, да, ну, то, чего, как правило, у девочек меньше. Ну, не то, что нет, а меньше, чем у парней. То есть из-за этого им, ну, действительно, сложнее, да. Но в последнее время, я сам работаю тренером тоже, я заметил то, что почему-то в основном приходят девочки на трикинг. То есть как-то сами узнают для себя, приходят. То есть им это нравится, действительно, вот у нас, девочек, ну, конкретно в Питере, занимаются больше, чем парней. То есть я не говорю там про каких-то именитых атлетов, которые там уже сделали себе имя, там, ну, даже по России, да. А конкретно вот про новых ребят, которые вот только-только там буквально год в трикинге, там, да, ну, до двух лет. Девочек сейчас больше. Почему-то перевес идет в эту сторону. С чем это связано? Не знаю, может, Максим? Ну, мы эту тоже тенденцию замечаем. И у девчонок, у них чуть-чуть, может быть, получше дисциплина, да, там, в плане посещения и всего остального, там, более собранные, больше стараются, пацаны. То есть они на кураже чаще берут, а девчонки, они, ну, то есть ставят задачу, они, то есть дисциплинированно, то есть ее отрабатывают. В этом плане, то есть есть определенные различия, и на самом деле женский трикинг, там, для меня, например, как для тренера, это сейчас такой определенный таск, задача. То есть делать, например, ну, что многие пытаются, там, женский трикинг, просто повторять все мужские элементы. То есть я считаю, что это имеет место быть, но доступно далеко не всем, то есть единичным атлетам, да, у которых, там, позволяет антропометрия, там, генетика и все остальное. А, то есть это, ну, там, есть замечательное направление, да, художественная гимнастика, то есть можно набирать оттуда элементов, да, то есть использовать все. Девчонок очень хорошо, гибкость развита, то есть элементы, которые через растяжку идут, да, то есть различные вариации, там, колес без рук, да, то есть вот все, что идет с отмахом, то есть у них получается, ну, в принципе, там, не хуже парней. Ну, что, конечно, касается, да, взрывных элементов и тех, где надо, там, прям, много отработать, ну, длинные сложные комбинации акробатические, где большие серии прыжков, конечно, это, там, доступно очень немногим. Девчонок много, у нас на лагере, конкретно на сборах, по-моему, было 16 девочек, 9-10 парней. Ну, так, перевес. Да, перевес такой, он, ну, небольшой, но был, и девчонок, причем с хорошим уровнем, которые, там, ну, кидали, опять же, там, сложные элементы, их было, примерно, там, столько же, то есть, как и ребят, то есть, уровень неплохой достаточно. Ну, вы соревновались с девушкой. Да, ну, там, сейчас я объясню, да, как это вышло. То есть... А правда, что ты? Ну, ладно, дело в том, что в трекинг-баттле, да, то есть, есть определенная, ну, доля рандома всегда. То есть, это может быть как и везение, так и неудача. То есть, ты, там, грубо говоря, можешь на каком-то простом элементе, там, неудачно наступить и получить травму, потому что это происходит, ну, в реальном времени, тебе надо сделать комбинацию, то есть, это не так, чтобы тебя, там, снять надо ролик, там, у тебя, там, есть 10 попыток, там, со страховкой, с матиком, да, там, потом ты берешь, там, еще, там, 10 делаешь без страховки, потом выбираешь самую крутую и вставляешь в ролик. Тут тебе надо на ходу придумать комбинацию из большого количества элементов, достаточно сложную, да, чтобы она была лучше, по мнению судей, типа, чем комбинация противника, и только в том случае ты ее проходишь. Вот, собственно говоря, о чем? А, доля рандома, то есть, ну, так и получилось. У нас, то есть, была одна девочка, это Алена Шалыгина, она из Красноярска. Эта девочка действительно очень сильная. Да, арсенал трюков у нее, конечно, достаточно узкий, но то, что она умеет, она делает очень хорошо. То есть, она, ну, конкретно нарабатывала комбинации под батл. То есть, комбинации, само собой, были не сильнее комбинаций, там, каких-либо, ну, парней, которых она сделала. Но парни, не знаю, почему-то они все падали к ногам, короче. То есть, там, действительно, она, сколько получается? Трех парней, да, Юр, ну, перефинала? Гаврил был первый классного, а потом... Ну, короче, двух или трех, да. Да, двух точно. А потом был батл на троих, по-моему, в конце. Да, да, да. Короче, трех парней она примерно победила. То есть, ребята просто начинали что-то сразу делать какую-то... Пытались свои самые жесткие комбинации кидать против нее. Помимо этого, там была жара, там, 31, либо 32 градуса, черный ковер гимнастический, на который невозможно было наступать. А Алена, она просто делала элементы, которые она отрабатывала и делала чистенько, заканчивала. Ну, и у Соди, собственно говоря, не было выбора. Там они даже смотрели, парень пробует, типа, что-то жестче, намного жестче, то есть, но он при этом не встает. То есть, она делается спокойно, четенько. Ну, и они, соответственно, бац, из-за нее. Ну, Соди победили вы. Ну, в конце, да. Я-то это... Не даю права на ошибку. Ну, это вот, кстати, да, то есть, когда там возникают вопросы, там, типа, трикинг, это, типа, спортивные дисциплины или нет. Вот, пожалуйста, соревнования. То есть, и спортсменка Алена, да, то есть, она подошла, к этому чисто как к спорту. То есть, ее тренер подошел к этому как к спорту. То есть, она там достаточно молодая. И так же, как у гимнастов. Вот есть набор комбинаций, которые надо сделать чистенько. Все, и там целый год там условно над ними работаешь, да. То есть, шаг право, шаг лево. То есть, ну, не надо никаких там фантазий. Просто собираешь их, делаешь чисто, аккуратно, красиво. А оппоненты, у которых меньше наработано, пусть даже более какие-то сложные вещи, именно за счет своих ошибок они просто вылетают. То есть, даже при том, что у нас формат баттлов, да. То есть, это не как там в гимнастике, где ставят там оценочки, вычитают там одни десятые за помарки и так далее. Да, то есть, учитывают сложность. Кстати, да, то есть, у нас олимпийцы вообще порадовали сборной гимнастики. То есть, там, да, взяли командное золото. И несмотря даже на то, что у нас вот эта система, она как больше такая и субкультурная, да. То есть, где судьи просто показывают право или влево, выбирая того, кто больше нравится. Ну, или тот, кто больше произвел впечатление. Но, тем не менее, то есть, система подготовки, которая идет именно по спортивной схеме, она больше оказывает перспективы, ну, больше дает перспектив на победу. Такие дела. Раз уж мы упомянули слово субкультурное, мне интересно, трикинг – это все-таки субкультура или это спорт? Ну, вот, да, ты, УШУ – это субкультура, культура или спорт, да? То есть, там говорят, что все это смешано. То есть, это своего рода типа своя культура. Субкультура в спорте, наверное, конечно. Нет, ну, тэквондо, да, то есть, субкультура или спорт? Культурный, да, культурный феномен. Ну, наша задача, да, самая основная, да, то есть, о чем? Чтобы нас не воспринимали как субкультуру. Мы конкретно культурный феномен. То есть, субкультура, там, я не знаю, там… Ну, это искусство, то есть, как говорят, там, допустим, про тот же тэквондо, да, это искусство, может быть, так же и треки? Да, ну, есть своя история, то есть, есть своя терминология, там, есть свои звезды, да, то есть, да, есть свои герои, есть свои какие-то общие цели, да, есть способы взаимодействия. То есть, это конкретно такой хороший культурный пласт, он уже, то есть, имеет место быть. Спорт или не спорт, это система оценки. То есть, если там мы говорим, то есть, быстрее, выше, сильнее, и наша задача, там, например, привести как можно больше детей, и нам же, как тренерам, надо понять, ну, что мы им даем. То есть, и вот у нас появляется система оценки, и мы между, там, группами, там, соревнуемся. И мы понимаем, что вот мы вели спортсменов к тем-то, 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 там, элементам или комбинациям, пускай их, там, гигантское множество, и можно выбирать, это как угодно можно сделать. Но это именно позволяет всю эту историю систематизировать. Потому что, там, скажем, восьмилетнему ребенку, вот там, наша терминология, батлы, то есть, вот эти какие-то внутренние герои, оно не очень интересно. Ему в зал прийти энергию выплеснуть. Родителю задача, чтобы, да, у ребенка энергия направилась в нужное русло, и, ну, чтобы он развивался как-то. То есть, вот эта культурная история, она начинает быть интересна уже даже после подросткового возраста. То есть, ты уже начинаешь больше во все это вникать. А в подростковом тебе, да, тебе хочется, там, рубиться, соревноваться. То есть, в детском тебе просто достаточно того, что ты через голову прыгнул, вау, то есть, получил эмоции от того, что у тебя, там, мир перевернулся. Там, ты на руках научился ходить, да, то есть, там, на лавочке возле школы, там, вдруг что-то девчонкам показал, то есть, ну, там, чуть постарше когда стал. То есть, это просто система, ну, которая позволяет больше включать людей, да. То есть, и, естественно, у спортсмена, да, то есть, пускай он там будет конкретно, да, спортсмен по олимпийской системе, или это будет какой-то батловый триггер, да. То есть, чем раньше он начнет, чем быстрее он поставит базу, чем больше у него будет физика развита с малого возраста, тем больше у него будет возможностей. Поэтому трекинг, как спорт, это часть большой культуры, да, то есть, я бы это, наверное, так обозначил. То есть, субкультуры, как правило, если они не становятся полноценной культурой, если у них не появляется каких-то понятных систем, они умирают. Там паркура во Владивостоке нет. Там готов, кстати, тоже нет. Перебились, выросли. Ну, конечно, да, вот если бы у них была школа, там, да, то есть, там, что сатанинство. Кула Готов, так, это не интересно, мы не называем. Кула Готов. Да, то есть, вот если бы у них были соревнования, там, под погостом. У нас вроде город такой, знаешь, типа, я не плоский, я бы сказал. Почему паркура-то нет? Почему? Потому что нету системы, нету лидеров, нету выступления на Дне молодежи города и всего остального, то есть, это, скорее всего, оттуда. То есть, нету комьюнити, комьюнити, там, опять же, да, выросли. То есть, ребята, которые у нас в свое время развивали паркур, я еще застал. Ну, это вот я школьницей была, подростком, и он как раз... А вы какого года? А не скажу. Все понятно, может, просто, ну, может, мы одних и тех же друзей знаем. То есть, они, те ребята, которые вот только начинали, они сейчас там, кто занимается, там, фридайвингом, кто занимается клифдайвингом, да, там, прыжки со скал, кто ушел во фрифлай, да, то есть, там, прыжки с парашютом и в аэротрубах, кто, там, в Ивэн, да, то есть, куда-то. То есть, они все очень творческие, там, замечательные молодые люди. Но конкретно, там, сделать так, чтобы паркур, там, у них остался в жизни, они не смогли, ну, и все, оно закончилось. Что, никто карьеру не сделал, получается? Байтурин, он уехал в Питер. То есть, ну, а здесь... А, с Питера в США, по-моему, если я не ошибаюсь, вполне может быть. А про Владивосток, я еще, по-моему, в 2014-2015 году пришел к выводу, что ты либо очень любишь этот город, либо просто слишком бездарно, чтобы уехать на Запад. Я решил, что я очень бездарный и остался в Владивостоке. То есть, да, ну, опять же, да, то есть, там, ну, это... Из Владивостока очень много талантливых ребят уезжает, потому что, ну, большая часть идет по легкому пути. Мы здесь решили, что, ну, типа, Владивосток очень приятный, и сделаем здесь федерацию трикинга не хуже, чем где бы то ни было, да, но... Понятно, работы много, зато интересно. И морюшка рядом, вот, Анатолий, заценивает. Да, да, большой плюс. Чистую воду, песочек. Ну, ваши планы мне понятны. Анатолий, что вы в дальнейшем планируете? Уже с определенными титулами. На руках, на плечах, не знаю. Ну, самое основное сейчас я, как бы, планирую все еще продолжать как-то поднимать свой уровень, да, заниматься дальше. Конечно, из-за пандемии сейчас очень сложно выехать куда-либо за границу. Вот. Но будем надеяться, что в скором времени это все закончится, как-то устаканится, да. Выезды за границу уже будут доступны, так сказать, и, соответственно, тоже, ну, хочу сейчас поездить побольше по соревнованиям, то есть, как-то тоже продолжать учиться, то есть набираться опыта, там, смотреть, как другие тренируют. То есть, а дальше посмотрим, ну, думаю, также заниматься тренерской деятельностью, возможно, сделать что-то наподобие федерации уже в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, да. Ну, конкретно сейчас я пока все еще действующий атлет, и поэтому, да, продолжаю тренировки. Ну, что ж, тогда я желаю вам новых побед, а вам, Максим, побольше благодарных воспитанников. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и в гостях у нас побывали чемпион России 2021 года, чемпион Европы 2019-го Анатолий Галушкин и Максим Русанов, президент Федерации Трекинга Владивостока. И мы говорили о трекинге. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.